Познакомимся с конструктивными особенностями металлоискателя Fischer F-75 LTD. Сначала я хочу обратить внимание поисковиков на то, что этот металлоискатель, в отличие от металлоискателя Fischer F-75, покрашен в необычный цвет. Ну, таковы уж дизайнерские особенности этого металлоискателя. Таково решение компании, что партии металлоискателей Fischer F-75 LTD решено окрашивать особым образом. Для того, чтобы поисковики, получая этот металлоискатель, сразу видели, что он отличается от модели F-75. И это действительно так. Это не только внешняя оболочка, но и внутреннее наполнение металлоискателя, о чем мы поговорим в разделе о технических возможностях. Итак, чисто внешне этот металлоискатель отличается от модели Fischer F-75 черным гламурным цветом, наклейками и, естественно, тем, что в комплект поставки металлоискателя включена дополнительная катушка. То есть вы сразу получаете расширенные возможности по его использованию. Конструктив металлоискателя это S-образная штанга и пистолетная рукоятка для крепления блока управления. Металлоискатель оснащен 11-дюймовой ДД-катушкой, которая выполнена по монолитной технологии, то есть ее подошва также одета в прочный пластик. Но, тем не менее, я советую для этой катушки приобрести защитный чехол, потому что условия поиска российского, к сожалению, отличаются от условий поиска в других странах, где нет такого количества торчащих из земли металлических предметов, камней и так далее. То есть, если вы дрожите своей катушкой, потратите еще небольшое количество средств для приобретения защитного чехла, так, чтобы быть полностью уверенным и спокойным при работе с этим металлоискателем. Обращаю ваше внимание на компоновку различных узлов этого металлоискателя. Это достаточно интересно. Для того, чтобы сделать этот металлоискатель легким, а он весит всего лишь 1,5 кг, не оснащенный батареями, и всего лишь 1,6 кг вместе с комплектом батарей, конструкторы сделали интересный ход. Они перенесли блок батарей под подлокотник, сделав развесовку этого металлоискателя более приемлемой. То есть, вы при работе с металлоискателем Fischer F75LTD не будете уставать, хотя будете работать с ним достаточно продолжительное время. Подлокотник этого металлоискателя тоже интересный. Он имеет металлические лопасти, которые можно сжимать и разжимать по своему усмотрению, подгоняя подлокотник для удобства при работе обнаженной рукой или при работе в толстой куртке, свитере и так далее. Подлокотник можно перемещать вдоль верхней штанги. Это также делается для удобства подгонки металлоискателя под конкретного поисковика. Блок батарей, как я уже сказал, перенесен под подлокотник. Металлоискатель работает на четырехпальчиковых батареях формата АА. И этой энергии хватит до 35-40 часов поиска. Достаточно много, при этом вы можете продлить удовольствие, подключив к специальному выходу, который находится на задней стороне блока батарей, наушники. Здесь же расположен выключатель, который включает и выключает металлоискатель и регулирует уровень звукового отклика. Снизу видно внешний динамик, который скрывается под прорезями. Очень интересное конструкционное решение и техническое решение это размещение под блоком управления трехпозиционного триггера, который переключает различные режимы металлоискателя. Об этом мы поговорим попозже в разделе технических возможностей детектора. Ну и краем я зацеплю все-таки систему управления металлоискателем, она очень оригинальная. Всего лишь два органа управления, это кнопка и переключатель. Чрезвычайно остроумное решение. Еще поговорим о катушке. Катушка 11-дюймовая, стандартная, она же идет в комплекте поставки к металлоискателю Fischer F75. И вторая катушечка снайперка, это катушка для поиска на замусоренных участках, там где среди железного и прочего металлического мусора могут скрываться интересные находки монеты, драгоценности, предметы быта и так далее. Вот таковы конструкционные особенности металлоискателя Fischer F75 и мы встретимся в следующем фрагменте нашего обзора, поговорим о технических возможностях этого металлоискателя.